Здравствуйте, друзья! Итак, в период очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха разгорается на этом фоне новый конфликт, на сей раз между Арменией и Израилем. Причина заключается в поставках Израилем оружия Азербайджана. Сейчас в сети мы можем наблюдать массу постов и комментариев с примерно одним посылом «Позор Израилю». Причем это пишут не только граждане Армении, но и граждане России, и даже это пишут граждане Израиля. Но дело не только в этом. Конфликт разгорается именно на дипломатическом поприще. Так, посол Армении в Израиле Армен Смбатян, он был отозван для консультации 1 октября в Ереван. Но поэтому необходимо разобраться, что происходит. Да, действительно, на сегодняшний день Израиль поставляет оружие Азербайджану на сумму 5 миллиардов долларов. При этом следует тоже понимать, что Израиль это один из крупнейших поставщиков вооружений в азербайджанскую армию. Так, речь идет о беспилотных летательных аппаратах, системах залпового огня, минометах, средствах связи и так далее. Но давайте поэтому разберемся. То, что поставки имеют место быть, это чистая правда. Но давайте мы разберемся, почему. Я больше того вам скажу, что на сегодняшний день, и об этом пишет израильская пресса, вот в последних числах сентября 2020 года в Азербайджан прибыли два борта полностью заполненным оружием, а азербайджанские самолеты, они садятся на военных базах в пустыне Негев. В чем же тут дело? Дело в том, что на самом деле поставки оружия Азербайджану начались не вчера. И те, кто заявляет, что это антиармянский демарш, ну это лукавство. На самом деле между Азербайджаном и Израилем давние хорошие дружеские отношения. И отрицать это совершенно бессмысленно. Израиль получает 40% потребляемой им нефти из Азербайджана. А поставки оружия Азербайджану начались далеко не вчера. Поэтому заявлять, что это антиармянский демарш со стороны Израиля, ну это, мягко говоря, лукавство. Далее. На самом деле дело тут совершенно в другом. Дело в том, что это оружие поставляется не против Армении, а против, только не удивляйтесь, против Ирана. И я сейчас объясню почему. Ну, для начала следует понимать, что у Азербайджана с Ираном имеется общая граница. И при этом отношения между этими странами, они не самые теплые. Дело в том, что в Баку не забыли о попытке иранских айтол исламизировать население Азербайджана. А в Иране не забыли претензии, которые возникли еще во времена Гейдара Алиева, отца, нынешнего президента Азербайджана, о создании большого Азербайджана, который включает в себя в том числе и иранский Азербайджан. Об этом не забыли. Но дело в том, что на самом деле главная проблема, что поддержка Израилем Азербайджана, это, по сути дела, поддержка Анкары, Турции и попытка установить с Турцией нормальные отношения. Давайте мы не будем забывать тот факт, что именно с приходом Эрдогана эти отношения резко обострились. Ну, последний демонстративный, можно сказать, конфликт между Израилем и Турцией, он произошел 23 сентября в ООН, когда израильский представитель просто покинул заседание Генеральной Ассамблеи ООН в тот момент, когда Эрдоган не просто говорил о том, что Иерусалим это османский город, турецкий город, а он это делал с употреблением, не побоюсь этого слова, площадной брани. Вот позвольте одну цитату. Эрдоган рассказал о цитата «Грязной руке, удерживающей Иерусалим, где находятся священные для трех религий местах, руке, которая совсем обнаглела». Поэтому в данной ситуации это определенная попытка задобрить Эрдогана. С другой стороны, давайте мы не будем забывать и тот факт, что Израиль всегда, без исключения, строго выполняет свои договорные обязательства. И отсюда не совсем понятно, а почему Ереван предъявил претензии именно сейчас и не предъявлял их раньше. Я напомню такие вещи, что дело в том, что между Тель-Авивом и Ереваном были установлены дипломатические отношения в 92-м году, 28 лет назад. Однако посольствами они обменялись только в начале сентября 2020 года. Это первое. Я тогда не очень понимаю претензии армянской стороны о поставках оружия Азербайджану, хотя дипломатические отношения между этими странами были установлены уже в тот период, когда отношения между Арменией и Азербайджаном обострились из-за Нагорного Карабаха. Поэтому утверждать тот факт, что виноват здесь только Израиль, что это антиармянский жест, ну это, скажем так, откровенная глупость. Эти поставки были всегда. Возникает другой вопрос в заключении. А что же дальше? Здесь трудно предсказать, что будет дальше, но здесь можно сказать одно. Израиль рассчитывает на то, что в нынешней ситуации Турция прекратит финансировать Хамас и оказывать ему моральную и материальную поддержку. И перестанет отправлять на помощь палестинцам тех сирийских террористов, которые сейчас, в настоящее время, как стало известно, они уже были направлены в Нагорный Карабах, сирийские наемники. Вербовали их турецкие частные военные компании. И уже стало известно, что 250 сирийских наемников были отправлены турками в Нагорный Карабах. А всего речь идет о том, чтобы отправить в Нагорный Карабах порядка тысячи сирийских наемников. Так что в данной ситуации Израиль отстаивает исключительно свои собственные интересы. И они, уверяю вас, направлены не против Армении, а против именно Ирана. И вот это следует понимать тем горячим головам, которые в настоящее время пишут гневные посты типа «позор Израилю». И да, кстати, я напомню и еще один факт. За все время существования государства Израиль не было еще ни одного случая, чтобы еврейское государство нарушало ранее взятые на себя обязательства. Всего вам доброго! С вами был Юрий Гемельфар из Израиля специально для Ньюсейдер. До встречи!